Всем привет! Добро пожаловать в новый влог! Я приехала в Икею. Кстати, смотрите, какая у нас погода шикарная. Просто солнышко светит, красота. Иду делать закупки для родителей Серёжи. Они въехали в новую квартиру, и мама его написала мне большой-большой список. Витюша спит. Ну, я приехала. Сейчас ещё Серёжа подъедет. Сразу зашла, взяла ролики. Кстати, корзинки удобные появились. Ну, и начинается красота белая. Киевская. Я тоже люблю всё белое. Но это уже потом. Сейчас нужно всё для новой квартиры закупить. Я, правда, по мелочам... О, боже, вот это красота! Слушайте, это мечта. Я не спалю. Я люблю всё белое. Посмотрю на Чиворне. Слушайте, это что-то фантастическое. 58 метров. Реальной красоты. Бам-бам-бам-бам-бам. А вот кухня такая же в этом стиле. Слушайте, ну, это, конечно, в дом Шотландию напоминает. Красота. Вот, кстати, кухня именно как у них. Вот эта белая с такими ручками. Прямо одинаково. Ну, по-разному расположены. Вот этот ящик классный. Всё вытаскивается. А мне нужно наполнение взять для этих ящиков. Всякие контейнеры. Вот, смотрите, удобно как. Ой, такая организация просто идеальная. Мельнички вот эти хорошие, банки вот эти удобные. Сейчас я сфотографирую, покажу. Так, одна. И вторая. Ой, хлебница как раз. Вот такие полочки тоже удобные. Видите, ставятся. Они отдельно продаются. 499 рублей. Но хорошо для экономии места. Пусть у нас дома тоже будет весна. Решила взять искусственную травку. И желтый горшочек, кстати, на веночке. Тоже классно использовать для кистей, для макияжа. Такие вот, смотрите, этажерочки на колесиках. Очень удобные. Мы хотим ванну такую. Видите, ну, их можно, конечно, использовать для всего чего угодно. Тут вот всякие расходные материалы, канцелярия. И хотела сказать, что в Икеа много прям канцелярии появилось. Интересно, красиво. Всякие блокноты, записные книжки. И всё это. Красиво. Для детей поделки. Такая кухня красивая. Ну, особенно вот эти элементы. Я помню, в прошлый раз были в Икеа, когда... Ай! Я тоже обратила внимание. Но они, наверное, пачкаются очень сильно. Прям кожаные ручки. Эти прикольные. Мельнички обязательно. Вот, говорю же, беру. Я вам все покупки потом покажу. Дома уже. Но вот эти мельнички очень классные. Они долго служат. Ничего с ними не случается. Ещё смотрите, какая крутая ступка. Ах, моя мечта. 800 рублей. Но она прям, существенно, неподъёмная. И классная. Смотрите-ка, интересная штука появилась. Масло для кухонных принадлежностей из необработанного дерева. Продлевает срок службы. Интересно. Я просто не знаю, если честно, что именно это такое. Почитать бы. Но, я думаю, даже вот столешницу можно обрабатывать. Как вы думаете? Вы только посмотрите, какая красотища появилась. Посуда такого бирюзового-небесного-голубого цвета. И она для микроволновки хорошо. То есть она не потрескается там, да? Всё хорошо в ней будет прогреваться. Слушайте, ну прям так свежо выглядит. Так красиво. Получается четыре вот такие. Так, это тарелки. 349 рублей. Четыре штучки. Ну, они там, ну, они все, наверное, идут по четыре штуки. Очень здорово, конечно. Так, детская. Не кое-что поменяли. Теперь из более качественного пластика вот эти вот наборчики, которых хватает на очень-очень долго. И цвета, видите, немного другие. Вообще хорошие, конечно. Вот такие ложки по три штучки. Вот эти вот тоже изменили. Видите, более такой плотный пластик. Даже не знаю. Ну, нам-то вроде уже не надо, но всё равно стаканчики вот тоже. Вот они все. Стаканчики шесть штук, 129 рублей. Вот они тут. Для деток белье, конечно же, новое. Но они всегда ассортимент меняют. А, и вот я книжечку взяла. Витюша, ку-ку. Кто где прячется, кто есть кто. Это же классненькая. 129 рублей. Вот этот слюнявчик очень удобный. У нас Витюша, им пользуются постоянно практически. Приятного аппетита. Руки трясутся, глаза дёргаются. К нам тут поцелк какой-то мужчина. Я даже не знаю, как его зовут, но вроде ему очень вкусно. Малиновый такой. Как это называется, кстати? Капкейк. Пирожное. Корзиночка. Вот, да. Решили перекусить. Тележку уже полную абсолютно. В машину загрузили. На обед у нас картошка, горошек, фрикадельки. Вот такой вот салатик с креветками. Ну, в общем-то, всё. А, я вам забыла вчера или когда там показать. Вот сок. Вот такой с манго. Из манго. Продается в пятерочке в магните по 34 рубля. А вообще манго, по-моему, по 29 или по 28. Но тут почти 80 рублей бутылочка стоит. Сок вкусный. И детям хорошо. И как бы. Вот. А панду мы реально Витюши берём. Потому что Витюша растёт. Панда его не растёт. Решили взять вот такую огромную маму. Мне просто интересно посмотреть на его реакцию, если честно. Слушайте, всё. Мы едем домой. Я так устала. Это какой-то кошмар. Ну, слава богу, мы не развелись, пока мы там гуляли. Всё равно основную часть покупок я нашла. Если сама без Серёжи, он мне помог только тяжесть всякие взять. Я вам покупки покажу уже дома, как будет удобнее. Сейчас он за мной, наверное, подъедет. Поедем домой к детям. Витюшу будем сейчас кошмарить. Мне очень интересно, какая у него будет реакция вообще. Я думаю, он удивится конкретно. Делаем ставки, господа. Выросло. Выросло, да? Ой, как он вырос. Видите? Ой. Ну, нравится, да? Нет? О, смотри, он внимает. И хвостики. Ой, как вырос. Поцелуй Мишу. Хвостик, о-хо-хо-хо-хо-хо-хо. О, так он её теперь везде с собой будет брать? Ой, да. Ну да, рядом с маленькими. Это вопрос. Иди спать, Ладонес. Иди бабай с ним. Вообще не спал. Ну, он спал сейчас. Ну, какой он Миша. Мама! Ой. Ай-яй-яй. Это любовь. Да, почему? Ну, как вам? Такая милота с Витюшей. Я знала, что она отреагирует подобным образом. Это так мило. Он эту панду просто обожает теперь. Но он, конечно, не ожидал. Вот мы ему показали потом маленькую пандочку. У него столько эмоций в глазах, на лице. И он смеётся. Вот этот вот смех, знаете, от того, что он... Он вроде и понимает, что это такая же панда. Но что-то с ней не то. Но это забавно. Это очень мило. Всем доброе утро, кстати. Уже следующий день. Я вчера набегалась по Икее. Честно, очень устала. Поэтому уже снимать ничего не стала вечером. Три раза Икея у Тёплый Стан оббежала. Но купили очень много всего. Почти 20 тысяч потратили. Но, конечно, сейчас я не буду это всё показывать. Давайте, наверное, будет отдельное видео. Там много реально всего интересного. Но сейчас не хочется особо во влог это вставлять. Потому что, ну, на час так точно будет. Если вам интересно видео из Икеи с покупками именно. И почему я что выбрала. Почему я что-то брала. Или почему Серёжа на маму там, да, выбрала. То пишите в комментариях. И, конечно же, покажу вам всё. У нас в Москве сегодня просто ужасная погода. У нас такой, знаете, осенний дождь. Можно сказать, ливень. А улица прям темно-темно. Везде грязь, снег тает. С одной стороны, это радует уже, конечно. Ещё немножко, ещё чуть-чуть. И всё. Но, да, сегодня погулять у тебя не получится, товарищ. Да. Ты хочешь всем привет сказать? Дай-ка я покажу нашему красавицам. Сейчас, сейчас. Девочки, делаю вот такую вот маску. Первый раз. Сейчас, секунду. Ну, давай. Ой. Вот так. О. И это кто у нас в такой жилетке? Видите, связали жилетку шерстяную. Прям такую тёплую. То он у нас поначалём мёрзнет. Одеяло они любят использовать, да? Да? Да. Я не помню, я вам говорила. Нет, я его подстригла. Ну, вы, наверное, видите. Ладно. А где твой Миша? А принеси Мишу. Где Миша? Давай покажем. Где наша пандочка? Где пандочка? Покажи, Витюш. Принеси мне её. Нет, скажи. Вот так вот спина и надрывается. Да? Ты чё? Он у нас с соской, кстати, почти не ходит. Но у него сейчас зубы режутся, я так понимаю, задние. Если не даём ему пустышку, он грузёт пальчики. Ну, вообще, в принципе, он нормально. Без неё уже живёт. Ловнись. Ловнись. Ты такой сладкий. Тебе скоро два года, да? Ты у меня сейчас из рук выпадешь. Ты тяжёлый. Мама. Ты тяжёлый. Мама. Не. А, ну, на тебе зубную щётку. На. Иди, играй с ней. Иди вам в зеркало смотри. И играй. Так, я вам что, быстро хочу показать. Опять всё затягивается. Вот маску делаю. Ткань его. Вот так вот она выглядит. Это Елизавета. И называется она Аквавайтводер. Ну, то есть такая увлажняющая и немного отбеливающая. Я такими масками никогда не пользовалась. Она трёхступенчатая вообще. Вот первый шаг. Здесь такой, знаете, как плотный-плотный мусс-крем для умывания. Мама. Очень-очень плотный. На. Ай. Очень-очень плотный. Он очищает до скрипа не только кожу, а и самую кожу рук. Когда смываешь, знаете, вот прям трения вообще нет. То есть всё-всё-всё идеально. А, тебе надо намазать? Мама. И потом наносится вот эта уже маска тканевая. Она у меня немного отходит, потому что, ну, я разговариваю, да, лицо двигается. Она очень хорошо увлажнена. Вот просто шикарно. Ну, я думаю, видно. Лицо очень комфортно. Лицо очень приятно. И, ну, тут осталось, наверное, немножко. Я, если честно, тканевые маски не использую по два раза. Мне кажется, это не очень гигиенично. Даже если это моё собственное лицо, моя собственная кожа. Но всё-таки какие-то воспаления. Всё-таки это живой орган кожи, да. Но я, как бы, не сторонник этого. Ну, у каждого свои убеждения. Это, в общем-то, не столь важно сейчас. И вот третий шаг тут есть, получается. Это сыворотку уже. Её наносим после маски. Маску смыть не нужно. Я это очень люблю. Да. Ну, так что, девчонки, если увидите масочки Елизаветы, я вам очень даже их советую. Мне вот сейчас очень нравится. Кожа вот, несмотря на то, что она была очищена, вот прям до скрипок окончательного, очень-очень сейчас мне вот прям комфортненько. Ну, и буду использовать я вот такой вот тоник с витамином С. Это Самбайми. В Инстаграм я выкладывала, у них конкурс был. И вот они мне прислали подарочки. Тоник и сыворотка. Очень приятно. Давай я тебе почищу. Ты сам? Он самостоятельный уже очень. Он очень много разговаривает. У меня спрашивают, почему детей я так редко сейчас показываю, потому что мне не очень удобно с ними снимать видео. Потому что вот такие вот всегда спецэффекты какие-то звуковые. Давай мне сюда. Они просто отвлекают. Ну и чаще я снимаю, допустим, когда Тома в саду, а Витя спит. Либо Витя гуляет. Да? Ну, Амин. Обними маму. Вот так вот. Вот так вот. Почелуй. Доносик поцелуй. Да не он вас, видите, сразу хочет поцеловать. А ты что, ты какой? А маму? Сказай, я немножко не понимаю, когда ты похожа на привидение. Я немножечко теряюсь. Скажу, вроде и ты, а вроде и нет. Все, беги. Так, я буду с вами прощаться. Я думаю, достаточно для этого влога. Все вам. Показала? Самое главное. Это Витюша. На. Я тебе камеру не дам. Самое главное. Это Витюша. Его реакция, конечно. Ну и пишите про Икеа. Что хотите увидеть. Или как. Не очень. Все равно. У меня сейчас покупок даже дома нет. Они остались все в машине. Сережа отдал ее. Чтобы нам дверь поменяли. И оставил все облуполученное в багажнике. Потому что все равно пару дней пройдет. Я вас всех люблю. Целую. Жду вас в комментариях. Не забывайте, пожалуйста, ставить пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И увидимся в своем следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok